Имя жителя деревни Верхний Татмыши появилось в электронной энциклопедии «Гордость России». Иван Сорокин, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома четверых детей и их маму. До приезда пожарных люди могли отравиться угарным газом. Мой коллега Дмитрий Ковалев познакомился с героем и восстановил картину того дня. Горящий дом своих соседей Иван Сорокин увидел из окна. Пламя стремительно охватило всю кровлю, мужчина, не задумываясь, побежал на помощь. Тогда была на счету каждая секунда. Все комнаты уже окутал едкий дым. Передвигаться по дому приходилось на ощупь. Это произошло поздним вечером. Младшие дети уже спали, а хозяйка пребывала в настоящем шоке. В кромешной темноте Ивану удалось найти всех ребят. Здесь как бы зашел, я помню, Артем здесь спал, нет? Артем, Оля, Артем. Вот, да, я сюда зашел. Я помню, вот Артем точно помню, взял. На руку взял, он почему-то вот тогда упал. Я тогда чуть испугался, думал, дымом захлебнулся. Оказывается, он крепко спал. Вот, сестра у них уйдет, проснулась сразу, Кирюшу нашла. Когда Иван вывел из горящего дома... ...и восстановил картину того дня. Горящий дом своих соседей Иван Сорокин увидел из окна. Пламя стремительно охватило всю кровлю, мужчина, не задумываясь, побежал на помощь. Ждя секунда. Все комнаты уже окутал едкий дым. Передвигаться по дому приходилось на ощупь. Это произошло поздним вечером. Младшие дети уже спали, а хозяйка пребывала в настоящем шоке. Она удалось найти всех ребят. Как бы зашел, я помню, Артем здесь спал, нет? Артем, Оля, Артем... Зашел, я помню, вот, да, я сюда, вот, Артем точно помню, взял. На руку взял, он почему-то вот тогда упал. Я тогда чуть испугался, думал, дымом захлопал. Вот, сестра у них, Оля, вот, проснулась сразу. Если бы она туда, огонь, пришел туда, на сарай, мы бы уже не спасли, можно было бы и на соседей перейти огонь, да? Это сейчас Иван понимает, какой опасности себя подвергал. Специалисты говорят, что очаг возгорания находился в этой комнате. Эксперты предполагают, здесь могла заискриться старая проводка. Тогда во время пожара мог произойти более мощный взрыв. Возгорание произошло в помещении котельной, и именно здесь проходят газовые трубы. Все самое страшное осталось позади. Многодетная семья переехала в районный центр, им приходится снимать квартиру. Но в первое время погорельцев у себя приютили соседи. Беременную Оксану и четверых детей в беде никто не оставил. Люди передали детей, вот, знакомые, которые сейчас некоторое время жили, Хрисантовой Людмиле Юрьевне, ей передали детей, у них жили. Сейчас, в данный момент, в Валикове. Спасибо людям, которые нас вытащили, которые потушили пожар. Многие местные жители называют Ивана не иначе, как героем. Но мужчина относится к этому с улыбкой и говорит, что каждый мог совершить такой поступок. Вообще, в деревне Верхние Татмаши Иван довольно известная личность. Он владеет небольшим предприятием и делает печки для бань. В ближайшее время спасителю-добровольцу обещают вручить заслуженную награду. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.